Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить тиранины. Как вы помните, в прошлый раз все у нас закончилось буквально фразой «иди и вырежи». Ну, в общем, придется, видимо, идти и вырезать. Только куда? Я немножко позабыл. А, ну, наверное, светилище зубастой пасти, правильно? Судя по тому, как оно светится, да. Зубастая пасть – плохо заселенная область на окраинах региона, находящаяся недалеко от нескольких поселений. Зверолюды были заворожены этими местами с момента падения Каерна и образования Каменного моря. Они полагали, что причудливые скалы каким-то образом связаны с почитаемыми ими умирающим Архонтом. Наличие здесь людей вынудило их уйти, что лишь обострило и без того напряженные отношения между зверолюдами и поселенцами. Пошли, вариантов у нас все равно нет. Опачки. Каменное море. События. Пробираясь по узкой тропе вдоль края утеса, вы замечаете веревочную лестницу, закрепленную среди камней и спускающуюся вглубь ущелья. Заглянув вниз, вы видите неспешно текущую реку. Веревка заканчивается на небольшом уступе, нависшем над мерцающей водной гладью. Простите, тут я наблюдал, как жена просто кота к миске подставляет, потому что кот просит еды, а у нее там пол миски еще. И она тихо, как ниндзя, такая вот типа молча, так хоть, но показала ему лицом, что типа жри. Там уютно устроились трое юнцов с удочками. И чего они нам? Ну спустимся. Строится замечатель для вас лишь, когда вы оказываетесь совсем рядом. Они радостно машут вам и приглашают присоединиться, даже предлагают удочку и червяка. Вы замечаете, что их корзина пуста, там нет никакого улова, а сами они такие тощие, что ребра проступают под загорелой кожей. Рыбачим с ними. Вы берете удочку и присоединяйтесь к ним. Насаживаете червяка на крючок и забрасываете в воду. Приманку вы доводите до угоревой норы и терпеливо ждете, пока добыча клюнет. Наконец вы ощущаете подергивание. Надо выждать, пока угорь заглотит червя, а потом резко дернуть, чтобы насадить его на крючок. Наконец вы вытягиваете скользкую тварь из воды. Юнцы радостно хлопают и подпрыгивают. Отдаем им угоря. Вы укладываете добычу в корзину и высвобождаете крючок. Троица смотрит на вас с широко распахнутыми глазами, когда вы выручаете корзину им. Вы подтверждаете, что они могут оставить рыбину себе. Они кидаются вас благодарить и даже обнимают в порыве чувств. Вы выбираетесь из жужчеля обратно на тропу и продолжаете свое путешествие. О, они нас не очень любят, ну что поделать. Видите, добрые дела нам тоже не чужды, йог-макарек. Отличное начало, да, казалось бы. Хорошо, наш лёг персонаж. А давай-ка ты, друг, на себя размаз накинешь. О, там еще, смотрите, уже очередь за нами. За нами уже очередь. А ты, друг, уже таунт. Нет, еще не таунт. Вот так вот там. Так, ты вот сюда. Давай-давай. Ну, ну, шайса есть. Так, ты вот сюда. Теперь давай техника горящих рук на вот эту задницу. А ты стой, наверное, на месте. Пусть они подойдут к нам. Во, потому что долбить их в узком месте, наверное, эффективная довольно-таки методика. Так, тут чувак загорелся, так что давайте все дружно фигачить вот эту вот с дурень. Интересно, там зверолюдина сзади достает. Зверолюдина не достает. Можно, конечно, ей сделать вот этот фокус-фокус. Ого, дед там, дед там зафигачил. Ну-ка, давайте действительно, ну, блин, тогда вот тот согреться, я боюсь. Хотя, с другой стороны, мы приведем одного бойца в бой, и они. И процентное соотношение, это изменится в нашу пользу в целом. Наш, что-то чувак прямо расправляется с ними очень бодро, смотрите-ка. На. Так, огня у нас больше нет готового. Есть, это, плавные черты. Так, ну, ему иногда все-таки прилетает, но так, как бы довольно-таки смешно. Ты, друг. Ага. А что это у тебя? Хватка клинков могил, не надо тратить. Просто вот так вот, фиганит. О! Так, дедуль, а ты не хочешь тоже вот бить того же, что и все? Это нам процесс, знаете ли, ускорит, дед. Да. Бой, конечно, прям эпичный. А фаербол есть? Фаербол есть. А, это горячий кулак. Ну, горячий кулак нам тоже сойдет, я так думаю. Вот. А теперь фаяболь. Вот сюда. Да, потому что... Угу. Так, ты вот сюда. А наш чувак... О, мы же помним, да, наш еще после убийства врагов немножко отхиливаются. В общем, что и происходит, я вспомнил это. Так, ну и двойной удар кулаками. Фаербол. Так, зверолюдина. Так, у вас был вот этот, вот этот совместный. Нет, не совместный, но попугаем их немножко. А где совместный был? О, слушайте, а у нее же есть касание истощения, она может его кинуть. Да? Ну, так просто, чтобы не стоять просто так вот там, да, как подонок бесполезный. А что-то типа сделать. Друг, а где ваш совместный удар? Нет? Где они тут? Комбоудар где-то были. Во. Тегин. Тегоден. Нет. Небесный клинок, хватка клинков могилы, табун. Во. Давайте табун зафигарим. Да, чувак даже не реагирует. То есть мы с вами, в общем-то, зря опасались каких-либо последствий. Ух. Логан там, я смотрю, танкует и танкует. Вообще чуваку пофиг, сколько его бьют. Двое, трое, пятьдесят. Опачки, у нашего героя новый уровень. И давайте он на себя этот размаз снова кинет. Так, огонек у тебя не отлип. Огненный шар отлип. Давайте вот на этого товарища кинем. Друг, дружа. Опа! Ну, здравствуй. Ну, я думаю, наши сейчас присоединятся. Просто я так что-то чувствую, что наше состояние размытости должен быть сильнее, чем они все на углу. Нет, не так, чтобы отнюдь не. Нам немножко влетает. Но все-таки тут достойный противник, но он достойный в бою один на один. Я думаю, если мы толпой атакуем... Давайте-ка вот так. Хрят. Sorry, I can't. Что с декем? Давай. Промахнулся, надо же. А вот так? Чуть-то долго наши ковыряют. Так, а... Теть. А, смотрите, у нее в касании истощения все еще не восстановилось. Ну, хорошо, будем кулаками. Хрясть. Во. Наши прибили, наши бегут на помощь. Вот, вот теперь тебе совсем хана. Я бы там месте валил отсюда. И никакие барьеры клинков тебя уже не спасут. Потому что у нас еще и огненный шар есть в запасе. А, это огненный шар на 27 влетел или... Или он вообще не влетел никак? Ну, чувак, один против четверых. Сколько что может стоять? О, он побежал, кстати. Ха-ха. В этот момент он понял, что надо бежать. Но что-то как-то... Все наши подсказки он проигнорировал. На, огонь сейчас будет тебе. О. О, загорелся. Прекрасно. Слушайте, что это за чувак такой? Кайдис. Кайдис. Наверняка мы могли бы с ним пообщаться, если бы мы до этого там вот это все не сделали. Ну, бывает. На тебе, Кайдис. О, все. Кайдис поражаетесь. Там еще какой-то типок, видите, в сторонке стоит. Но сейчас... Сейчас не до этого типка. Тиолетовая бронька? Серьез ли? Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. У-у-у. Ну, а это, естественно, потом пойдет парику, когда... Если мы ему откроем броню. Ладно, давайте так. А что у нас тут? Сила заклинаний. Да, не хочу я себе. Сила заклинаний? Атлетика. Хитроумие. Но... Атака и силоспособности. Давайте вот так, ладно. Так, и мы с вами пытались вот сюда дойти, да? До баннера. А что еще здесь? Позволяет павшему союзнику вернуться в бой местами с выбранным союзником. После атаки из режима скрытности повышает на коробка время урон. А фаерболл, интересно, считается? Ячейки под заклинания. О, дополнительные ячейки под заклинания. Да, хочу. Хочу всему отряду. Это потом прочтем. Так, сохранимся. Ну и давайте, кстати, тогда посмотрим, что... О, тут не то чтобы скромно. Тут хорошо, так нам ячейк добавили. Дедуля, что-то можешь? Это одно. Ну, дедуля, вот это не хочешь изучить? Вот такой вот какой-нибудь. Ну, вот так. Их можно много напихивать. Дедуля, она... Так, ха. А что может наш персонаж? Давайте посмотрим, типа, огонь, он может. Безводные земли. Нет, мы не будем. Это горящая ладонь. Так, хорошо. Огненный шар. Знание 30. Теперь цепь. Срикошетить. Так, теперь. Огненный шар. Лед, огонь. Ага, кровотечение. А давайте это будет... Черт, нет. Нам уже не хватает. Нам уже не хватает. Ну, давайте тогда вот этот огненный шар еще вот сюда назначим. Ну, типа, рикошетчий огненный шар. Вообще отличная тема, мне кажется. А, не успели. Чувак на нас нападает, но... Я не знаю, как так получилось, что он остался один. Поговорит с алой пастей встала в старых стенах зияния. А, получается все, что ли? Вот серьезно? У этого скалистого выступа магическая природа. Во время завоевания Кайрин странствовал по каменному морю. И ходят слухи, что там, где он проходил, возникали подобные образования, охраняющие отпечаток его сущности. Кладем руку на монумент, чтобы выучить символ заклинания камня. Мммм. Сейчас серьезно? Ух ты. Обращение в камень. Каменный шип. Обращение в камень. Да еще и... Да еще и длительный. Да еще и кровоточащий. С ударной силой. И... И с перезарядкой. Ну, дед, тебе. Ты у нас будешь каменюкой волшебным. Ну, вообще, конечно, блин, столько заклинаний. Я вот думаю... Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Тебе посмотреть, а это все остальное возьмем. Кстати, что там за свиток был? Такое ощущение, что это был необычный свиток, да? Или нет? Он как-то был очень квестово свернут, вам не кажется? чертеж счета ладно посмотрим что тут пробивание брони хорошая но в остальном подкачал жизнь каменноморье суровые беспощадно пустынные растения вот пожалуй все что может здесь уцелеть так здесь мы можем тоже перебраться а вот тут у чувака что-то есть и тут есть дорожка я думаю все равно локация мелкая давайте тут осмотримся но нормально так чтобы осмотреться может быть сейчас на мосту к нам выйдет какой-нибудь хранитель моста и такой какова длина полета чайки с кокосом вот такие ага ты имеешь ввиду африканскую или западноевропейскую и он такой нет все ну тогда вот теперь можно и почитать вот эту штуку касательно вопроса о шпилях логан помнишь ли ты свои тренировки с бледным марком свои я помню это забавно нас разделяет почти столетие но для бледно на марка мы все дети теперь все прочие дети суда младше меня из-за свою жизнь мне всякого довелось повидать наверное это и к лучшему что во мне видят лишь безобидную старуху которую смело можно списать в архив если бы тунан присмотрелся ко мне внимательнее боюсь он заметил бы что к прикровному возрасту во мне проявилась небрежность часто я нахожусь там где я есть отчасти потому что вам что мне всегда находить хотелось тишины и покоя так когда как ты поступаешь ровно наоборот в какой-то мере от тебя это не зависело ты был избран для провозглашения диктов кайрос дважды отказ означал бы смерть но согласие выдвинуло тебя на аванс сцену событий самое мощное оружие кайрос не дикты а ее способность подарить нам веревку на которой мы сами же радостные повесимся не забывай об этом то им письме было много вопросов так какие ответы тебе нужны прежде всего если ты сузишь запрос я постараюсь ответить так полно как смогу вершительница судеб мотис меотис мотис задать вопрос о шпилях дорогая меотис мне кажется разумным знать то чем владеешь и раз уж я стал хозяином горного шпиля мне следует выяснить о нем все что можно если бы ты поделилась со мной знаниями о шпилях не был бы перед тобой в долгу начну с того что я наблюдал до сих пор горный шпиль судя по всему пробудился тогда же когда я разрушил эдикт казни кайроса вспышка энергии поглотила мое сознание и очнулся на вершине шпиля через как мне кажется считанные мгновения наверху шпили имеется древняя каменная скульптура судя по всему именно отсюда исходит магическая энергия шпиля у меня были видения я улавливал ощущение исходящие непосредственно от скульптуры это звучит странно но мне кажется она как будто говорила со мной первый я кто рассказывает о подобном мире есть еще немало шпилей верно логан отправляем прекрасно что у нас тут среда точей власти занять оставшиеся шпили над мы успеем вердыни часовых ла-ла-ла-ла-ла-ла лопасть пошли уже так и здесь же в каменной тиснение 22 часа туда 22 обратно нам спать ваще надо или дорога о исследование свитков сигелов готова это что у нас с вами произошло это мы с вами что-то тут чего-то тут на фигачили а стоимость обслуживания блин кажется нам для этого надо быть в шпиля но в шпиле мы с вами не есть мудро как говорю вам неплохо практически но если бы я писал какую-нибудь книгу где надо было бы звучать очень заумным я бы именно таким языком на не выражался люди бы читали думали мудрейший из мудрейших как как он так может формулировать мысли сам для секрет просто у меня закончились видосы записанные на заранее и я записываю очень поздно вот и все но я не забываю сохраняться хотя бы человек вернулся с ним а вонь что человек хотел прорыть пробыть ста кровки прими великих камнепытов портовропись иначе зверолётка заскучает и загонят тебя как окровавленную дичь стоп а чего а может сделать крест нет а алая пасть в старых стенах в зиянии вот отлично так но иногда наверно неплохо читать все же то что от нас хотят в данном случае я могу оправдаться я как бы не записал видосов наперёд и хочу спать неплохо да но и туда и туда сыграла хорошо в старых что за старые шпили и еще разок старые стены топ старые стены лишь пили авроры ладно сейчас посмотрим на карту внимательнее видимо что-то а зачем мы вот туда пришли народ избили это что было купеческий перекресток окрестность твердыни часовых хорошо бывает не туда шпиль авроры а старые стены в зиянии в глубокие расщелины вдоль границ каменного моря показывают как далеко простираются последствия дикты камня зияние наиболее известная часть этой границы на нем знают из-за близости к шпилю авроры из-за били растущего на скалах лазури лазурелита путешественники говорят что когда солнце стоит в зените можно видеть как тысячи лазурелитов сеют освещая самые глубины пропасти с тех пор как эта местность перешла под контроль зверолюдов и стараются избегать но пошли да еще 21 час но все равно мы как-то мимо бы прошли наверное внезапно налетевшая буря заставляет вас пути застает не заставляет искать укрытие в дорожной гостинице под гигантским каменным навесом здесь собрались путешественники со всех ярусов они молча и с опаской косятся друг на друга пока наконец жидкая похлебка и разбавленный не развязывают им языки жилистая женщина с кожей цвета ночи ставит крупную тыкву горлянку на камень и дальнести на пещеры она бросает вам вызов предлагая сыграть множечки суть игры в том чтобы метать одинаковые ножи по мишени кто трижды попадет ближе к центру выигрывает ставка 20 медных колец заявляет она но давайте жульничаем вы поднимаетесь и подходите к женщине кладете напротив нее перевязанную бечевкой стопку колец знак того что вызов принят женщина улыбается поворачивается и метает первый нож начиная игру на вид она неплохо управляется сметательными ножами поэтому когда она ненадолго отвлекается на звук упавшей глинной кружки вы незаметно перетыкаете один из своих кинжалов ближе к центру горлянки ваша ловкость рук не привлекает лишнего внимания закончив броски женщина дает вам кольца и предлагает угостить выпивкой ну видите мы мало то что хитрые мы стали еще и более приятными о драту тем пришли ну ладно о нет вершитель судеб я исполнил свой долг не тащи меня обратно кто ты почему-то думаешь что я собираюсь тебя куда-то утащить он запинается на полушаге споткнувшись на россыпи камней ты же сотрудник суда да слушай я знаю что нарушаю порядок работая со скаловешцами но мы же не заключали никаких договоров ничего такого клянусь было просто рукопожатие поверь мне пожалуйста тут опасно это зверолюды они словно сбесились хотели убить меня вместе с этими проклятыми скаловешцами я не хочу умирать позволь мне сбежать я вижу что ты уже штаны обмочил давай беги только сперва расскажи мне что стряслось когда море раскололось я решил что смогу зарабатывать себе на жизнь составляя карты я хорошо знаю здешние края так что скаловешцы наняли меня сопровождать их они искали какие-то драгоценные камни но у камнепытов похоже было на этот счет другое мнение когда мы углубились на их территорию они уже поджидали нас охраняя камни один из зверолюдов бросился на скаловешца и вот тогда я сбежал я исполнил свой долг вершитель судеб а на то чтобы меня разорвали на куске не подписывался вершитель судеб скаловешец бьет себя кулаком в грудь приветствую вас он бросает короткий взгляд на ликона прежде чем начать говорить не обращай внимание на этого труса и позволь я введу тебя в курс дела если конечно не собираешься устроить неприятности ну я похоже вам тут не нужен если хотите сцепиться со зверолюдами это дело ваше а я сваливаю да но мы собирались сцепиться со зверолюдами поцелуи папа опа опа ладно нам пришел ответ приветствуйте логан ты прав шпили есть по всему тиратусу их местонахождение служит источником многих споров и спекуляций на два факта общеизвестны почти все шпили построенные рядом со старыми стенами выгорный шпиль любопытное исключение и почти в каждой культуре существа вашей до кайрос имеются мифы о строителях шпилей по моему в яросах поминают старые королевства откуда были родом создатели шпили из старых стен но доподлинно это никому не известно и разумеется в цивилизованном обществе созданном кайрос а таких вещах говорить не принято вот что мне кажется тебе надо знать во первых шпили действует как магический магнит вокруг них всегда есть магическое поле представь магическое море над нашим миром шпили наматывают на себя и усиливают эту магию самое слабое заклинание созданное там не наделяется большой силой во вторых я бы сказала в главных кайрос запрещает заходить старые стены но такого закона в отношении шпили нет из этого можно заключить что кайрос не возражает чтобы люди интересовались шпилями однако считает старые стены слишком опасными либо будем мыслить как владыка когда ты что-то запрещаешь ты делаешь это вдвойне желанным и мне кажется важным что кайрос запрещает доступ к путям ведущим в шпиле однако на самих шпилях она не рисует мишень и наконец в молодости мне довелось заниматься делом человека который возвел святилище кайрос в основании шпиля далеко на юго-востоке мне не удалось найти следов подделки или обмана святилище было создано с почтением и любовью однако в какой-то момент этот человек заявил что у него есть доказательства того что кайрос была здесь за полсотни лет до начала новой эры и стоило ему произнести эти слова как мой старший коллега вершитель схватился за топор и снес ему голову с плеч я тогда была новичком судей ничего не сказала но долго задавалась вопросом почему за такое замечание он был казнен а не лишился языка как полагается по обычаю вышительница судеб меотис ну давайте спросим об диктах и так далее дорогая меотис спасибо за проявленный интерес у меня вопросов больше чем чернила давай начнем с обсуждения диктов кайроса я претерпела претерпевал провозглашала разрешала дикта значит знаю них куда больше чем обычный человек но все же мне известно слишком мало логан прекрасно послание в пути у вас тут чё клоуны очень вовремя нас тут назревает кровавая мочилова со зверолюдами мочилова она чешет баку зевает камни пыта не мочат камни пыта рвот на куски хорошо обученные солдаты могут дать фору зверолюдом это не мнение а не приложенный факт ваши блохастые бойцы не понимают ни что такое стройнишь такой дисциплина мы не блохастые и зверолюдки охотятся устраивать цепи и колонны понимают когда подчиняться когда упереться и укусить опальные живут лишь потому что племена не охотятся надетых железа но скоро придет время пролить железную кровь все чтобы мы не делали приводит к насилию и кого ты имеешь ввиду сколовежцев или опальных поверь мне вершитель судеб если в нашей гильдии смогла получить искомые не проливая крови я бы с радостью прошел по этому пути однако зверолюды не оставили нам выбора мы не торчали бы тут посредине кайра знает чего если бы это не было необходимо видишь ли лоза литовы и жила этого региона крайне важны это ведь они заставили кайр на забыть про приказы отправиться в каменное море используя их рефракционные свойства мы сможем усилить фазовое ускорение его оставшейся энергии мы наняли местного сборщика хлама чтобы он показал нам где больше всего кристальных жил и он привел нас сюда сперва зверолюды показались нам сговорчивыми но вскоре после начала раскопок они пришли в ярость мы дескать обворовываем их предков или какой-то такой бред среди них есть некая лопасть а них она у них что-то вроде предводительницы но она скрылась в шпиле прежде чем я смог воззвать к ее разуму теперь мы готовы сцепиться друг другу в глотке я честно говоря не знаю что делать дальше я уже имел дело с местными зверолюдами ничего не делай пока я с ними не поговорю великолепный вершитель судеб поторопись если сможешь племена не славятся своим терпением хотел бы избежать кровопролития не хватает терпения леди кружится вокруг зверолюдок словно трупные мухи понятно что зверолетки хотят раздавить на заливах твари как она по-доброму это все отметила хорошо хотя вот тут они совсем вполне нормально вроде как общаются у их тут так много надо было перебить их если бы я знал что их настолько дофига тут да тут они прям такие 5 тип такие давай чувак прибей нас прибей нас чувея получи экспу и наслаждение но это как бы совсем уже да но психопатия какая-то так тут ну в общем мы хотели вот этот рюкзачок обыскать о шит образовывает на кинжал так себе конечно хабар но лучше чем ничего как всегда все у нас у нас все лучше чем чем о топорик давайте на всякий раунду ручный тогда вот так так здесь все трясется и эй прямо это они нас встречали тут смотрите-ка вот тут еще что-то есть но мне лень сейчас спускаться не приближайся человек убегая ли объясни зачем ты в каменных землях зверолюд наклоняется вперед напряженный как для атаки из горла вырывается глухое угрожающее рычание если скажешь про зубы старейшин племени зверолюда закопают человека в землю я не хочу узла племени и мне не нужны никакие зубы я просто хочу поговорить с алой пастью нет алая пасть с человеками не говорит уходи сейчас тогда зверолюда не убьют человека я пытаюсь решить вас спор со скалаверсами пока вы не вцепились друг другу в глотки как это и благосклонность и гнев зверолюд недоверчиво щурится он сидит на корчиках но мышцы подрагивают от страха и возбуждения бледный язык свисает из пасти на бок он ухмаляется ладно заходи человек если быть плохо сам виноват какие вы все добрые да но сначала кто не облутат тот виноват а мы-то вас облутаем ребятки вы вы не сомневайтесь вас без последних зверолюдских как-то без последних зверолюдских образных штанов оставил в собачке и еще ништячок а что ж кажется мы с вами подошли к тому моменту когда когда гости дорогие я такой не устали ли вы от меня вы такие нет нет что вы подвигаете ко мне ближе кроссовки короче пора нам расставаться посему спасибо миша лебедева миша фамина андрея фиолетово евгению глябова до хармса алексея смирнова просто еду сергея кайна роки борьба антону цару брату монзо сиджа тирадору и фесту когда вы 45 рус и дарья кравчук за то что продолжает поддерживать канал всем вам огромное спасибо что проходите игру вместе со мной ну и до встречи завтра пока на этом все всем удачи счастливо до встречи пока пока